Студенческие Майданы без оппозиционных флагов и символики. Прошли и в других городах. Подробнее наши корреспонденты. Днём в Ужгороде активисты прошлись по факультетам местного вуза с призывом прийти на Евромайдан. Украина за Европа! Украина за Европа! В руках флаги Евросоюза и Украины, лица разрисованы сине-жёлтыми красками. Требования студентов, подписание соглашения об ассоциации с ЕС, бесплатное образование и... Выконовать положение про целодневный доступ студентов до гуртожитков. Эта акция есть аполитическая. Политики тут вообще нет. Мы всё сами организовали, мы сами берем участие. Студенты планируют разбить на площади палатки и дежурить круглосуточно. Шестой день Евромайдана в Ивано-Франковске начался с сессии облсовета. Заседание провели не в зале, а в центре города. Собравшиеся не только депутаты, но и студенты. Некоторые здесь с самого утра многие пришли после палатки. Мы стараемся пар не пропускать. 25, 11, 13, по 29 стопада всех студентов в медицинском университете пропуски будут по поважной причине. После сессии несколько тысяч молодых людей отправились в вузы, чтобы собрать студентов на Майдан. В Палаточном городке сегодня шумно и весело. Одни поют песни, скандируют лозунги, другие собирают подписи за ассоциацию с ЕС. Я сама подписалась за Европейский Союз. А почему? Чтобы в молоде было, потом доброе жилось, чтобы нас Россия далее не гнетела. Сейчас в Палаточном городке живут около 50 молодых людей, жители города. Помогают им продуктами и даже приглашают на ночлег. Пропонуют квартиры, то есть звонят в центре, где 4 квартиры, где можно приношевать. После вечернего вечера студенты на Евромайдане начнут готовиться к ночи и утепляться, ведь синоптики обещают заморозки. В Донецке Евромайдан проходит без происшествий. Дискуссии между сторонниками Евроинтеграции и их противниками начинаются со споров, заканчиваются совместным распитием чая и кофе. Приносят горячую каву, горячий чай, привозят, сегодня, например, котлеты и салаты привезли. У Донецкого Майдана сегодня появился свой символ, вот эта картина. В последний день акции автор хочет устроить аукцион, а деньги перечислить жителю города, у которого тяжелая болезнь. Мне не сидится дома, мне не спится, я должна что-то делать, вот я и рисую. Завтра проведут велопробег, проедут два круга с темболикой Евросоюза по центру города. Люди! Люди! Вот так в Днепропетровске этой ночью разбирали Евромайдан. Это любительское видео. Чиновник зачитывает постановление суда, в это время к палаткам направляются молодые люди. Было видно, что все, або правоохранительные органы передягнуты, або это спортсмены-людаисты. Кто эти спортсмены в милиции не говорят, никого не задержали. А перед этим инцидентом внезапно милицейские патрули покинули площадь, так утверждают митингующие. Разбираемся о действиях сотрудников милиции, которые находились в непосредственной близости к месту совершения этого события. К вечеру, несмотря на запрет о проведении акции, люди снова собираются на площади. Наталья Грищенко, Марина Коваль, Ольга Выхованская, Ирина Исаченко. Подробности телеканал Интер.